Семейный бизнес Зубковых расцвел в Иванове усилиями Петра Зубкова и его сына Федора. К середине 19 века ткани зубковских мануфактур признали лучшими по искусству украшения. Предприниматели первыми наладили выпуск знаменитых кубовых ивановских ситцев. Теперь они украшают одноименный музей. Между тем, личных вещей семьи в хранилище никогда не было. Всего потомки Зубковых передали музею 71 предмет. Здесь не вся коллекция. В основном это тонкое белье, которое уже тогда производили на фабриках Зубковых. Выставку дополнили экспонатами из запасников музея. Большая часть предметов принадлежала Вере Николаевне Зубковой, правнучке основателей фирмы Зубковых. Она вышла замуж за представителя известного рода петербуржца Канаева. Вещи пережили блокаду. Это сумочки, корсеты, татарские сапоги, популярные в то время, накидка для езды на лошади. Приехала коллекция в большом сундуке в Санкт-Петербургской фабрике кожгалантерейных изделий Зеринга. Чемоданный мастер из Германии в 1899 году получил звание поставщика двора императрицы Марии Федоровны. Сохранилась этикетка производителя. Вы увидите, что он очень удобен. Вот это отделение, которое стягается на ремешок. Внутри тоже разделение. То есть можно вещи разложить некими слоями. На торжественную церемонию передачи коллекции приехали 13 родственников Зубковых. Из разных городов России, Финляндии, Хорватии и других стран. Они также презентовали книгу, повествующую о жизни четырех знатных родов, чьи ветви тесно переплелись между собой. Лихачевых, Канаевых, Зубковых и Горелиных. К родословной, напечатанной на восьмиметровом рулоне, которая тянется с начала 18 века. От этой даты мы понимаем, кто были наши родственники в нескольких поколениях. То есть мы решили, что эта информация достаточно ценна. И так как она находилась не в одних руках, пришла идея написания книги. Там прослезываются исторические факты и история некоторых родов непосредственно из города Ивана. Информацию для книги собирали около трех лет. Писали ее ивановские краеведы Наталья и Александр Тихомировы. По словам авторов, среди представителей родов были уважаемые люди – инженеры, врачи, купцы. Жизнь потомков порой была непредсказуема и интересна. Приключения нашего знаменитого Александра Зубкова, один из самых великих авантюристов 20 века, который, как известно, женился на принцессе Виктории в Германии. После жених, через три года, оказался полностью разоренной. Пока издано всего 50 экземпляров книги. Электронный вариант в ближайшее время выложат на сайте музея. Выставка предметов быта Зубковых будет работать в музее СИЦа два месяца. Марина Зейна, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».